здравствуйте друзья и вот наконец я вам сейчас расскажу вот об этой катушечки когда ее получил она действительно как говорят очень достаточно компактная маленькая 41 миллиметр вот здесь вот единственный из-за регулятора магнитной системы вот этот бабушка немножечко торчит ну для моей руки для ваш я тоже думаю это никак не проблема значит точно такая же рам как я говорил это royal legend elite 3 катушка торнамент класса в системе спортивных катушек castking первые две имеют алюминиевую раму алюминиевые ведущие шестерни здесь графитовая рама и алюминиевые шестерни но здесь нет x-шипа но кто знает как это устроено например вот этот вот также как а бушный пиньон вот такой же там стоит а подшипник сидит на шпуле сейчас я вам покажу и когда и x-шип входит не x-шип сам пиньон входит зацепление он садится плотно вот на это утолщение перед подшипником сам подшипник садится в тело раму да и вот это жесткое сочленение она пускай даже край мандулит но он достаточно плотненько сидит на шпуле на оси вместе мы крутим все это и нету особенного такого на эти проблемного какого-то варианта здесь то же самое этого нет эта катушка работает в кренкинге и знаете никакого трактора тут нет так вот ладно royal legend elite 12 подшипников засунули везде где можно кроме 205 грамм имеет разные цвета белый голубой красный черный и красный соответственно 5 и 4 к 1 6 и 6 к 1 черная jet black цвет который мне больше нравится 7 и 3 к 1 я бы взял 8 и 1 к 1 красный цвет как-то вот все-таки мне тоже нравится черный 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 jet black но и 7 и 3 к 1 пойдет то что мы имеем шпуле соответственно 33 и 7 мы называем ее 34 8 килограмм фрикцион 4 по моему карбоновых дисков фрикцион действительно мощный и что самое интересное никому ничего это не напоминает катушка соответственно такие же кузова у бассинатора и speed demon только 32 шпуля тот же кузов но вот это посадочное место чуть поменьше поуже и шпулька чуть поменьше кузов точно такой же ну там вставочка другая надписи вот этот кузов ничего мне по не напоминает да и те бассинатор или speed demon правильно и это фирм японский фирма тэйл волк о два человека только я знаю представляете тэйл волк фирма внутреннего японского рынка кстати три палки на авито продаются сейчас басовые 6.8 medium heavy 68 по моему еще что-то и какая-то в районе 13000 это вам не попса шамана этот с джекалом это рабочие басовые палочки отличный мне очень нравится эта фирма в основном она ориентирована на море но у нее есть басовая серия в которой входят топовые катушки full range bfs черного цвета с чуть меньшей шпулей по-моему и с глубокой шпулей я оставлю ссылку на сайт и ссылку на обзор в басовом варианте у них есть катушечка она в более тяжелом есть варианте в морском морском и в басовом универсальная катушка баса к ней также идет моноручка мощная для слоу джиггинга катушка называется базал или базал или базаль как угодно она имеет красного цвета раму и верхняя вот эта вот часть черненькая написано базал и такие же передатки 7.3 и 8.1 вот это вот я стал наводить информацию и тейлволковский базал и каскинговский royal legend elite делаются в китае то стоит 11000 иен это 6000 рублей у той 4 плюс 1 подшипник у этой 12 но скажете подшипник говно там хороший неважно слушайте это одна и та же катушка другая ручка другие кнопы по моему стар драк другой значит шпуля другая но что то это также как банок сайрон то же самое как аккума сирана модель корея одно и тоже и внутри и снаружи вот эти вот договоренности я не знаю как это в маркетинге происходит они есть в автомобилях в самолетах еще где-то еще где-то одно и то же по одному там же кузырь и тоже ну та же самая катушка та же самая графитова рама используется одна ручка нету x-шипа и очень востребована даже в японии 11000 иен очень востребована бюджетная катушка который выдерживает огромные нагрузки вот реклама вам к скингу вот этому без x-шипа кстати вот на этот royal legend elite есть кастомный набор но я его не нашел в продаже видел только в видео черная шпуля черная с фрезеровкой ручка там красивый получается значит и тоже магнитная система если у топов full range у них кулачковая система такие же как на бассинаторе это одни и те же катушки только full range сборка японская идет эти нет а это чистой воды китай что-то что это кстати кто-то вдруг не знает что кроме glorious а все остальные адриэна кто там еще еще три остальные уже путают название в палке модын чайна между прочим если кто-то не знал значит регулятор от 0 до 10 предварительно я впоследствии разберу покажу вам что внутри хотя и так знаю понятно что ход не японский смазки до хера везде это чувствуется перемазать надо есть небольшой зудик такой понятно что нет x-шип и есть зудик но грубо говоря катушка жестче чем вот но если ее сравнивать неуместно сравнивать конечно ее с коситосом никак здесь жестче рама кассета сразу тракторил потом кто-то скажет мне лучше взять кураду там за эти деньги слх вы знаете что в топку вашу кураду слх и все это лабуду шимановской не надо там сравнивать я делал еще раз повторю того я знаю как эти катушки во что превращается значит очень многим нравится что кстати все обзорщики из дарил теста они говорят про шимана да свс это альдебаран старый черненький помните да бфс у него вот эта вот система была похожая очень но на самом деле не знаю кто там тэйл волк раньше ли скорее всего да у шимана раньше тэйл волк она хоть и фирма старенькая но не старейшим она очень жесткое переключение close open люди привыкшие к соплям конечно будут недовольны в пуле 17 грамм здоровенный подшипник вот эта опора пиньона на этот подшипник вот сюда подшипник в теле подшипник такой же как на обушках на некоторых вот на рево здесь такой же стоит но внутренний диаметр здесь поменьше то здесь подшипник еще не систем а задний подшипник обычный как у всех можно менять значит впоследствии я надеюсь поменять абсолютно так и есть 12 шаров на полную керамику имеется ввиду не сам подшипник а все на полу керамику чтобы она была такая кастомная значит вот они 6 тормозов точно самые как на тэйл волке безл тормозят отлично мне вот из-за вот этой палки неудобно доставать подшипник например лучше бы они не делали эту палку но так как люди часто теряют из-за какой-то там рукожопости не знаю значит вроде вставляешь надо придерживать пружина такая мощная придерживать и очень жестко застегивается значит шары промазаны не жидким маслом как укоситься с каким-то полугустым но шпульный подшипник точно перемазать что касается пресловутых люфтов значит я вообще на них внимание обращаю вот здесь вот такой люфт осевой продольный я его не менял не меняю и ничего с ней не происходит катушечка мягко работает ощущается он только когда-то здесь такого люфта нет в кнопок есть ощутимый люфт можно поменять но я этого не делаю ручки очень приятная его такой же такие же как на палках бархатистая очень бархатистая приятная его понятно что за маслец алюминиевые гаечки алюминиевая центральная гайка пластику это контргайка контрна шлепка кликера нет нахер не нужен кликер только здесь на фрике очень за чайно стоит маркировочка сливное отверстие очень залито лако п точнее лакокрасочным покрытием очень залит японцы так не делают у японцы все тонкое у них все маленькое все тонкой обратите внимание я оставлю ссылку там паренек я пошка он рекламирует tail walk часто у нее и обушки проскакивает в его руках она кажется крупноватой базал и другие full range то же самое у нее кажется крупного то что выпуск японцев ручки маленький у нас руки не такие у нас она действительно катушка очень маленькие смотрится значит поле 33 7 как я уже говорил хотите внутренний диаметр наружные я диаметре не мерю тушь бред какой-то мерить наружный диаметр и школе я не сережда яченко для чего что там школе собрались меня что 21 с половиной где-то клуб это соответственно глубокой американский д пофигу совершенно мне не нужны эти бфс или люблю на буквы значит кому очень важно на глазки нету люфта практически никакого это тоже не важно но здесь вообще все в люфтах катушка работает очень еще раз говорю при своих 12 подшипников ход не японский совсем но очень уверенный катушка приобрела уже популярность значит поцарапанная рамка сверху это рукожопые китайцы ее там по полу валяли видимо неважно и чувствуется что очень много смазки естественно ее переможу сначала походит чуть-чуть прикатается потом я переможу ну вот предварительно наш клавиша вообще не люфтит задние что очень хорошо очень из-за жесткости рамы у нее очень слышите очень жесткий такой вот это все алюминиевый очень похожи более звонко и конечно и да и да и вот с этим проблем вот авто тут очень жесткая карбоновая рама красивая катушечка одно и то же что и ты лог базу или базовый базаль неважно понятно что попроще подшипники стоят мы там подшипники то что можно поменять что-то еще вот все мои сейчас рабочие катушки все на кренкинге кроме это тоже кстати кренка покрутите его просто будете в шоке на верте и на синеса sl46 я не знаю как можно убивать катушки еще вы там с ними делаете я только могу сказать одно когда вы смазываете всяким дерьмовым шимановским и дайвовским якобы но оригинальными дорогущими смазками конечно у вас проблема еще там как ультрастас там три раза окунул свой мегабас и показывает там что он она у нее крутится ну а че ей будет он промажет а нож по другому будет крутить то есть вот так вот предварительный анонс вот этой катушечки не знаю будет ли она в этот выход в эти выходные участвовать в тесте или нет глазок сик обычный никакого расширения у других касткингов расширения но это неважно совершенно покупайте то что вам нравится смотрите обзора по этим катушкам в ю тубе спасибо за внимание